Всем привет, друзья! Сегодня в очередной раз будем говорить про реле напряжения. Это очередное реле напряжения от фирмы Thomson. На этот раз модель называется ToVPD 1.40 и рассчитана на ток 40 ампер. У меня на обзоре уже было два реле напряжения от этого бренда. Одно в точно таком же корпусе, но с небольшими отличиями, а второе немного в другом корпусе. И вот оно мне не понравилось. Кому интересно, ссылки на эти обзоры я оставлю в описании. Основная функция реле напряжения, это защита потребителей от пониженного и повышенного уровня напряжения, а также в нем предусмотрена функция токовой защиты, а точнее ограничение максимального тока. Модуль является однофазным и занимает два места на один рейке, устанавливается сразу после вводного выключателя. К нему подключается фаза и ноль, вход сверху, выход снизу. Важное замечание, этот прибор не выравнивает напряжение, как например стабилизатор, а только лишь защищает от скачков путем отключения. Новое реле напряжения это модифицированная старая версия. В нижней части добавилась одна кнопка и светодиодные индикаторы с левой части перебрались на правую. В данном случае у меня версия на 40 ампер, также есть версии на 60 ампер и в некоторых случаях на 80. Кроме внешних отличий, изменения претерпелая прошивка. В новой версии реле добавил достаточно много настроек. Но самое главное в этом типе устройства, это время отключения при срабатывании защиты. Это мы сегодня с вами протестируем. При подаче питания запускается таймер, который отчитывает 10 секунд. И далее, если напряжение в норме, то включается реле. Для многих интересный момент это точность измерения напряжения. Ведь как вы помните в прошлой версии, значения отличались на целых 4 вольта. С одной стороны это небольшая проблема. В настройках можно поставить значения с учетом этой погрешности, но возможно она не линейна. Тут же как вы видите разброс составляет около 1 вольта, что на мой взгляд достаточно точно. На мой взгляд важнее не столько точность измерения, сколько частота. Ведь чем раньше мы определим скачок напряжения, тем меньше времени техника окажется под этим напряжением. Появление кнопки включения позволяет отключить нагрузку в любой момент. В этом реле есть 14 настроек. Выбор настроек осуществляется при помощи кнопки Set. А один это время задержки включения при подаче питания, а два это напряжение отключения при превышении напряжения, от 230 до 300 вольт. А три это включение реле после опускания напряжения до этого уровня. А четыре это время задержки перед включением после подъема напряжения. А пять это то самое время срабатывания при превышении напряжения, от 0,1 до 30 секунд. По умолчанию, как вы видите, стоит одна секунда. А шесть это значение напряжения, при снижении ниже которого также срабатывает защита от 140 до 210 вольт. А семь это напряжение возврата в рабочее состояние после просадки. А восемь это задержка перед включением после просадки. А девять это время срабатывания при просадке напряжения, аналогично А5. А десять это уставка ограничения тока, выше которого отключится нагрузка. А одиннадцать это задержка перед включением после отключения по току. А двенадцать это время срабатывания при превышении тока. А тринадцать это калибровка напряжения. А четырнадцать это количество перегрузок по току, после которых реле перестанет запускаться. При нажатии и удержании кнопки вниз более 12 секунд настройки сбросятся по умолчанию. Удержание кнопки вверх более 6 секунд покажет последние ошибки. А теперь установим параметр А5 время задержки в самый минимум 0,1 секунда и проведем испытание с замером этого времени. Для начала проведем испытание того самого реле напряжения, которое при моем тестировании мне не понравилось. Время задержки было более одной секунды. Испытание будем проводить при помощи прибора RITOM21. При нажатии на кнопки реверс скачком устанавливается напряжение 300 вольт и при помощи таймера мы измеряем время срабатывания. Здесь как вы видите около 800 миллисекунд. Второй тест этого реле показал уже значение около одной секунды. При испытаниях также были значения и более одной секунды. Эта нестабильность мне не нравится. А вот наше реле из обзора. Параметр А5 как видите установлен 0,1 секунда. При этом на вход подаем 280 вольт. Так и время срабатывания есть одинаково при превышении на 1 вольт или при превышении например на 100 вольт. Как видите время срабатывания 778 миллисекунд, что конечно далеко от 100 миллисекунд. Которые мы выставили в настройках. Давайте проведем еще несколько испытаний. Что я могу сказать про эту обновленную версию реле? Она однозначно стала интереснее. Хотя бы количеством настроек и точностью измерения. А вот время срабатывания фактически не изменилось. Но радует стабильность. Не более 0,8 секунды. При сравнении например с этой версией реле, где время срабатывания может быть полсекунды, а может быть и полторы. Я лучше предпочту стабильные 800 миллисекунд. Да, это значение не маленькое. И есть вероятность, что при отгорании нуля не вся техника уцелеет. Но при цене 600 рублей наличие такой защиты лучше чем ничего. Для тех кто хочет 100 процентов защитить свою технику, есть приборы, начиная от 2000 рублей. А для гурманов напоследок разборка этого реле. На мой взгляд внутри все выполнено достаточно качественно. Только ведущие провода выполнены из медиа. Через реле рвется только фаза. Ноль идет транзитом. Ток измеряется при помощи трансформатора тока. А реле рассчитано на 50 ампер. При том, что номинал устройства 40 ампер. Ссылочки на это реле оставлю в описании. Спасибо всем за просмотр. Ну а на сегодня все. Всем удачи. Всем пока.